Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами я, Светлана Сорокина. И сегодня у нас в студии интересный гость. Гость уже не в первый раз с нами. Всегда передачи получаются очень полезными и интересными. Это Бурмистрова Екатерина Алексеевна, детский психолог, семейный психотерапевт. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, Светлана! Тема сегодняшней передачи близка мне, как маломногодетной маме. У меня всего лишь трое детей. Но Катя является и специалистом, и в то же время очень многодетной мамой. У Кати уже 11 детишек. И поэтому все, о чем мы сегодня будем говорить, это не только теория, но и практика. Наша сегодняшняя тема – братья и сестры. Психология взаимодействия. Среди наших радиослушателей много семей, у которых два и более ребенка. И вопросы по взаимоотношению детей в семье поступают к нам очень часто от наших женщин. Как сделать братьев и сестер дружными? С какого возраста нужно начинать? Как сделать так, чтобы выросшие братья и сестры стали друг другу близкими людьми, надеждой, опорой, поддержкой, чтобы всегда было рядом братское и сестринское плечо? Катя, очень много к вам сегодня вопросов. Готовы вы? Конечно, конечно. И сразу начнем с самого начала. С какого возраста надо начинать? Есть такая известная цитата из Януша Корчика, когда к нему обратилась женщина. Это педагог очень известный, погибший во время Второй мировой войны. Так вот к нему обратилась женщина и сказала моему ребенку 9 месяцев, когда мне надо начинать его воспитывать. И он ей сказал, помните, что вы уже опоздали на 9 месяцев. Я бы даже сказала, что в случае братьев и сестер начинать нужно, когда вы только начали думать о том, что вы готовы принять свою семью больше, чем одного. Когда вы задумались о рождении следующего ребенка. О рождении или о приеме. Мы будем сегодня говорить больше о родных братьях и сестрах. Мы не будем говорить о детях от смешанных браков, когда у мамы свои дети, у папы свои от разных браков объединяются. Не будем говорить о приемных, но на самом деле, если есть такие радиослушатели, которые имеют и таких детей, то многое применимо будет из того, что я говорю. Так вот, начинать нужно, когда вы только начали думать. Не планировать, это слово мне не близко, а думать о том, что может появиться следующий ребенок. Дело в том, что основные проблемы, основные сложности и основное количество ревности связаны с тем, что существуют базовые какие-то ошибки, базовые особенности в стиле воспитания старшего ребенка до рождения младшего и в первый месяц жизни младшего. То есть готовить нужно заранее. Себя, семью, стиль воспитания. А если старший ребенок еще очень маленький, например, ему 2 или 3 года, готовить тоже нужно? Ну, 3 года тоже большой. Считаю, что близковозрастные дети, это дети с разницей до 3 лет. А 3 года уже разница такая средняя. Готовить нужно, конечно, не словами готовить. Говоря о подготовке, я не имею в виду слова, что вот у тебя родится братик или сестричка, ты с ним всем будешь делиться. Речь скорее о изменении стиля воспитания, изменении подхода к старшему ребенку. Он должен быть готов к тому, что он не единственный центр мира. Желательно до рождения следующего. Но у нас в последнее время, вот особенно, наверное, в Москве, это прям принято, что ребенок – это прям центр вселенной. Конечно. Вот родили ребенка, и он главный. Но есть такие даже термины у семейных психологов, где-то центрическая семья. Ребенок в центре, в центре всех отношений, в центре всех стремлений, чаяний, взрослых. Причем сейчас даже не одного поколения, а двух или трех. Не только папа и мама, но бабушки, дедушки. Есть ли какие-то вот рекомендации конкретные для подготовки ребенка старшего? Вот есть одна такая простая рекомендация, я часто говорю об этом на своих занятиях. «Представьте себе, представьте себе, говорю я тем, кто ожидает рождения следующего малыша, чего вы точно не сможете делать для старшего, когда вы родите нового ребенка? Вот что у вас точно не получится? Вот закройте глаза и представьте, что не сможете вы сделать, как бы вам не хотелось, может быть? У каждой мамы будет свой ответ. И это все очень зависит от разницы в возрасте, от того, насколько мама энергична, какая ситуация в семье, сколько помощников. Но обычно люди говорят, ага, ну знаете, я не смогу его бесконечное количество времени укладывать. Или я не смогу отвечать моментально на все его просьбы и желания. Или часто говорят, что я там не смогу делать с ним уроки так подолгу. Или я не смогу покупать ему все, что он хочет. То есть обычно речь идет о том, что мама не сможет давать в том объеме, в котором она дает сейчас, либо время, либо внимание, либо заботу. И тогда я говорю, а теперь подумайте, как можно изменить жизнь сейчас, чтобы к моменту рождения новенького старший уже привык к тому, что ему не все достается заранее. Есть такая русская поговорка, готовь, Саня, летом, да, телегу, зимой. Вот что-то в этом духе. Нужно чуть-чуть подумать на шаг вперед. Иногда это очень сложно, потому что если сами родители росли единственные в своих семьях, они вообще не представляют, как это детей может быть больше, чем один. Вот этим людям очень сложно. И они всегда хотят обращаться за помощью, за советом, за подсказками, к друзьям, родственникам, специалистам. Так вот представьте себе, что же вы не сможете сделать. И поменяйте это за какой-то определенный срок до родов. Оптимально, если это будет больше, чем за два месяца до родов. Больше, чем 6-8 недель. Это тот период, за которым может сформироваться новый навык и у ребенка, и у родителей. Я понятно отвечаю? Да, 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 конечно. Тут сразу следует вопрос, что делать, если время упущено. Если все уже, этого времени нет. Если осталась неделя до родов, или если ребенок уже родился. И тогда можно начинать прямо сейчас. Но только не сию секунду, а, знаете, как любая новая информация, должна перевариться. Неофитство опасно в любых ситуациях. Нужно сначала так вот послушать, подумать, согласовать с мужем, выработать свое отношение, и тогда вот что-то менять. Да, я думаю, что такие вещи все равно будут возникать, потому что иногда ты не представляешь, даже какие проблемы могут ожидать, или что-то не можешь сделать, и уже открываются новые факты. Конечно, конечно. И тут рождение второго ребенка, оно как бы, это такой особенный момент. Женщина действительно не умеет общаться больше, чем с одним. А вот рождение третьего и четвертого иногда проходит проще. Потому что в целом навык делить внимание уже возникает со вторым. С рождением следующих детей вопросы немножечко другие. Это умение есть, а не хватает времени, сил, здоровья. А нет ли каких-то тонкостей? Вот вы говорите, что рождение третьего, четвертого уже гораздо проще. Но наверняка бывает и так, что пока ребенок маленький, рождение второго братька или сестрички проходит безболезненно. А он становится старше, рождается третий ребенок в семье, и уже какие-то возникают новые сложности. Бывает ли такое? Ну, знаете, бывает, но реже. Зависит все, конечно, от пола, от разницы в возрасте, от отношений взрослых в семье. Обычно болезненным, таким действительно сложным для ребенка является рождение именно вот следующего по номеру. Ну, если мы не имеем в виду, что детей два, их может быть там любое количество. Вот соседние номера, они наиболее близко дружат и наиболее сильно переживают друг за друга, но и ревнуют. По моему опыту, если семья не переживает кризиса, если родители одни и те же, если не было колоссальной разницы в возрасте, там, 10-15 лет, то рождение ребенка через номер, оно вообще не травматично. Для вот первого, да, рождение третьего нет травмы. Более того, иногда рождение третьего ребенка, я многократно слышу об этом, даже гармонизирует старшего. Вот эти вот братья и сестры через номер, у них отношения вообще не конкурентные. Старший относится к этому маленькому, как там дедушка или бабушка, даже родителям, говорит, что это ты, мама, там, смотри, он у тебя раскутался, ему холодно, что ты там к нему так строго относишься в более старшем возрасте? Там больше заботы и меньше конкуренции. Но случаи бывают разные, особенно при большом разрыве. Еще знаете, как бывает, что если, скажем, два мальчика, потом девочка, или две девочки, а потом мальчик. То есть третий ребенок, ребенок через номер, он, на самом деле, первый ребенок другого пола. И для родителей это может быть особенное событие. И тогда и вспышка ревности может быть у старшего. То есть не обязательно у порядкового старшего, а у всех старших тогда? Ну да. Вот еще один вопрос был у нас от наших радиослушателей по поводу заботы старших детей о младших. Что часто бывает так, что в больших семьях старшие вынуждены заботиться о младших, и не всегда они этому очень рады. И бывает так, что если старший ребенок ходит за младшим в детский сад, ходит гулять или иногда кормит или какие-то еще функции выполняет такие о заботе о младшем ребенке, то нет между детьми близости. Что делать в этом случае? Вы знаете, ну что можно сказать? Если старший перегружен заботой о младшем, систематически, вот не разово, а систематически, и это не вопрос выживания для всей семьи. Ведь старшие дети очень чутко понимают, их нагружают в своих воспитательных, или просто семьей начали не прокрутиться, не выжить, не справиться. Так вот, если это вопрос выживания, и нагрузка такая она, ну, не запредельная, то часто старшие очень снисходительные. Они, конечно, не рады, может быть, этому, но они с пониманием. Тут сложность, может быть, даже не в отношениях между детьми, а сложность социальная. Надо понимать, что, несмотря на то, что мы вроде бы общаемся в широком кругу многодетных семей, да, и почти в каждом городе есть такие сообщества сейчас, но все равно число многодетных семей это 6%. 6%, ну, может быть, 6 с небольшим, в разных регионах по-разному, а семьи, где есть дети, действительно с большой разницей в возрасте, где один может ходить за другим в сад, это еще меньше процентов этих 6%. И получается, что этот старший ребенок, он находится в уникальной ситуации. Никто из воровесников не делает того, что вынужден делать он, того, что просят его делать родители. И, в общем-то, не всем это удается легко переварить. Если же есть какие-то такие общинные, такие объединения вокруг храма или какие-то там объединения многодетных семей, где все несколько детей, похожего в возрасте, заботятся о младших братьях и сестрах. Все, у ребенка есть вот этого взрослого референтная группа, где все в такой же ситуации, он не рыжий, ему нормально. То есть это скорее вопрос социальный. В принципе, вы знаете, если в семье мирно, если ребенка не шпыняют старшего, если нагружают его минимальному, и говорят спасибо, то старшие даже хотят заботиться о младших. Они даже скучают. Говорят, что вот я два дня не видел малышей, как я по ним соскучился. И проявляют желание сами заботиться. Но бывает, конечно, и обратная картина. Ужасные бывают отношения. Где найти ту золотую середину, когда можно подгрузить старшего, или уже нельзя его подгружать? Вы знаете, мне кажется, что нужно находиться в контакте с ребенком. Это легко сказать, и это крайне сложно сделать. Со старшим ребенком нужно находиться в контакте. Не использовать его, как рабочую лошадку, а смотреть ему в глаза, говорить ему, вот вы шли из сада, а как вам это было? А как он себя вел? А как себя вообще, когда он капризничает? Где-то, может быть, объяснять возрастные особенности младшего, потому что они не все понимают, старшие, хоть и они большие, и живут в такой семье, где вроде бы видят, как взрослеют дети. Нет. Мне кажется, что если старший заботится о младшем, то в основном он это делает для родителей. Он это делает для мамы и папы. Это как бы такой дар в помощи. И если это ценить, если говорить за это спасибо, ты не должен этого делать. Но я очень рада, что ты там снял с меня какую-то часть забот. И если находить время только для старшего, и как бы какое-то ему... Ну, это не бонус, это не материальный бонус, но что-то... Он как бы делает сверх. Это то, что он делает заботиться о младшем, это в нынешней структуре семьи, городской, это необязательная вещь, добавочная. И мне кажется, если как бы это так позиционировать и говорить спасибо, дети все очень разные, есть просто невыносливые. Есть вот у меня такой бытовой и профессиональный опыт, что есть дети-педагоги, а есть дети-непедагоги. И это мало зависит от воспитания, это зависит от психофизических особенностей, от темперамента. И, в общем-то, старших не педагогов лучше нагружать минимально. Бывает так, что самый старший, он, скажем, вроде бы уже все может, но ему не нравится. А какой-нибудь ребенок чуть помладше него, вроде бы он по возрасту не такой еще самостоятельный, а у него есть педагогическая жилка или какая-то творческая. Ему занять малышей вообще делать нечего. Мне кажется, что если вы в контакте со своими детьми, то это все понятно, и каждая мама, и каждый папа про своих может рассказать, кто какой. Да, это действительно так. Поступает всегда у нас очень много вопросов по поводу ссор. Дети в семье ссорятся. Причем ссорятся дети разного возраста. Бывает так, что дошкольники ссорятся и дерутся, братья и сестры. Бывает, что ссорятся школьники. Давайте поговорим вначале о дошкольниках. Что происходит? Почему? Каковы причины их ссор и почему же дошкольники ссорятся? Очень простой ответ. Дошкольники ссорятся по той причине, что им это свойственно. У них незрелая нервная система. У них незрелая эмоциональная регуляция. Ну, представьте себе машину с плохо работающими тормозами. Нехороший, конечно, пример. Или компьютер старый, древний, или там какой-нибудь заспамленный, который очень медленно грузится. Так вот, у детей-дошкольников похожая ситуация с гашением возбуждения в нервной системе. Возбуждение преобладает над торможением. Это норма, это возрастная норма, это потом пройдет. Это очень такое, ну, упрощенное объяснение. Если бы я объясняла студентам, которые учатся на психологии, я объясняла бы сложнее. Но вот на уровне пользователей, то есть родителей, нужно понимать, что если ваши дошкольники полдня не ссорились, то это просто вам повезло. Либо это сказочный подарок, либо назревает большая ссора, либо просто какое-то очень удачное стечение обстоятельств. Им нормально ссориться. вопрос только в том, как они выходят из ссор, и все-таки какое среднее число ссор по вот этой возрастной категории есть в каждый момент времени. У меня ощущение, что вот для каждой семьи, для каждого сочетания детей есть какое-то такое среднее нормальное количество. И как раз люди обращаются за помощью в тот момент, когда это количество вдруг очень сильно начинает превышаться. Ссор становится не 5 в день, а 10. Это, наверное, тоже какая-то лакомысовая бумажка, чего-то происходит, может быть, у родителей? Обычно, да. Обычно всегда есть какие-то внешние факторы, которые влияют. Либо кто-то, один из детей переживает кризис, либо у кого-то из родителей что-то, либо перегрузили делами, впечатлениями, либо кто-то болеет, на улицу не выходит. Я могу этот список продолжать, но, в общем-то, уже сейчас, наверное, понятно, что один из этих факторов обязательно будет действовать. Вот. Еще нужно понимать, что у вас за дети. Например, мальчики, да, школьники, ну, им положено ссориться и драться. Не до крови, не жестоко, да, но просто у мальчиков количество моторных ссор и стычек больше, чем у девочек. Точка. Ну, правда, бывает, что мальчики, они как девочки, по типу девочки как мальчики, но в основном, то есть, мальчики гораздо более шумные, моторных ссор у них больше. У девочек тоже есть ссор, но они другого типа. Они больше вредничают, так вот, как бы, на такой мадридский двор. Это не так громко. Агрессия другого типа у девочек. Но дошкольники ссорятся, потому что они еще и близки между собой. Как-то ссоры – это артефакт близости. Обратная сторона. Опять же, есть пословица «Вместе тесно, врозь скучно». Есть хороший такой вопрос для родителей, простой тест. Спросите не себя, а детей, часто ли они ссорятся. И, наверное, приходит мама на прием, такая, боже мой, у меня у детей такие ужасные отношения, они так ссорятся, дерутся, я не могу больше. Потом мама выходит, приходит, я смотрю, детей, приходят братья, что, ну, как вы ссоритесь? Нет, говорят, мы не ссоримся, нормально все, ну, бывает, ну, подеремся, ну, потом играем. То есть оценка детей, она отличается от оценки взрослых. Особенно тяжело переживают ссоры детей, те, кто росли единственными. В общем-то, мамам тяжелее в чем-то воспитывать мальчиков дошкольников, в чем-то тяжелее, потому что им кажется, что вообще их поведение ненормальное. Что это как-то, ну, это очень шумно, это очень много каких-то стычек. Катя, бывает, наверное, так, я знаю, в некоторых семьях и некоторые мамы жалуются, когда старший ребенок прям вот злится очень на младшего, что тот берет его вещи, какие-то его тетрадки или книги, хватает его игрушки. Что делать в этом случае? В этом случае попытаться проанализировать поведение старшего, поведение свое и других взрослых, которые в этом участвуют, и пересмотреть свой подход к младшему. Опять же, это легко сказать и сложно сделать, но как бы чуть-чуть посмотреть на свою ситуацию как бы со стороны. иногда для этого нужна подруга или кто-то, какой-то доброжелательно настроенный родственник. Иногда, вот я такое задание даю на приемах, иногда записать ссоры, записывать. Из-за чего и во сколько ссорятся дети. И вот этот вот тип ссор, когда старший что-то очень расстраивается, того, что дает младшим, позавляться, позаписывать, как это возникает. И когда люди просто начинают записывать то, что у них происходит, ничего не меняя, в краткой форме, у них включаются их собственные способности к анализу. И они начинают видеть, ага, ссорятся старше, но мы систематически говорим одно и то же. Отдай ему он маленький, не спорь с ним, он будет кричать, отдай ей, ей это важнее. Или там ты уже большая девочка, должна понимать. То есть очень часто, ведя такие записи, взрослые понимают, что причина не в старшем ребенке, а в подходе к нему со стороны взрослых. Вот в детско-родительских отношениях. Иногда к старшему при рождении второго ребенка возникает очень строгое такое, да, чрезмерно требовательное отношение. И люди этого не видят, они не специально это делают. Это как бы начинает быть заметно, только когда люди останавливаются и пытаются начать замечать. Ага, что же это я делаю в своей семье? Но очень часто возникает такая фраза, когда есть два ребенка и более, ты старше, ты умнее, ты должен уступить. И если происходит какая-то ссора, очень часто считают виноватым старшего, просто потому, что он старший. Ну вот, залог как бы испорченных отношений. То есть вот всегда, используя эту стратегию, можно очень здорово вырастить ревность между детьми. как избежать этого? Понимаете, у нас это где-то на подкорке. Очень часто это же то, что нам говорили в детском саду, в школе. Это то, что мы иногда воспроизводим без анализа. В общем, нужно себя ловить за язык. Нужно пытаться смотреть, если вы согласны теоретически, что тогда не надо делать, можно попробовать остановить себя. Вот сказали, ты старший это должен. Сделали такой, стоп. Вот просто прервали фразу и можно даже старшему объяснить. Знаешь, я опять хотела это сказать, но на самом деле я так не думаю. Я каждый раз говорю, это когда я устала, когда я сержусь или когда у меня нет сил или времени разбирать ваши конфликты. На самом деле я думаю так-то, так-то и так-то. И можно, если ребенок, скажем, старше пяти лет, договориться с ним, скажи, что если я опять тебе буду это говорить, скажи мне, мама, ты помнишь или папа, ты помнишь, ты же не хотел. Или придумать какой-то условный знак, что вот опять это. Знаете, что часто бывает? Такое простое воспроизведение наследственных образцов. Понимаете, что это такое? Да, 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 конечно. Наследственная модель. Да, так говорили всегда папе, потому что он был старшим сыном. Он от этого страдал, но он опять, снова и снова, в каких-то сложных для себя ситуациях, воспроизводит этот словесный клише, причем тем же голосом, с той же интонацией. Это несознательное повторение семейной модели поведения. И это то, что мы можем менять, но это не то, что меняется с одного раза. В общем-то, тут помогает такое продумывание собственной биографии, если кто-то умеет исповедоваться, прекрасно, то, что можно выносить на систематическую исповедь. То есть, это не то, что уйдет от одного проговаривания, от одного видения. А стоит ли вообще разбираться в причинах конфликтов у дошкольников? Когда? Вот ссора, крики с детской. Стоит ли начинать разбираться? Что вы, почему вы, зачем вы? Понимаете, вот для себя самих, для взрослых, мне кажется, что разбираться стоит, если есть силы. Но это для себя, это внутренний процесс, это педсовет, по сути. А вот с ними вслух нужно пять раз подумать, прежде чем вступить в качестве арбитра. Потому что, ну вот правило такое, что чем чаще вы пробуете это делать, тем чаще вас зовут в детскую разбирать ссоры. Грубо говоря, мне кажется, что правильнее родителю научить разбирать их ссоры самим. Но бывает масса исключений. Например, вот я вспоминаю одну семью, это было много лет назад, тоже там старший, старшим было около семи лет, там младшим было около года. И когда они ссорились, старший говорил, ну, ты, мама, иди, а мы сами разберемся. А там просто изовщина процветала. Очень большая разница, они не на равных. И пока мама это не заметила, так и продолжалось такое поведение. Если дети одной примерно весовой категории, примерно одной возрастной категории, психологический возраст похож, да, они в большинстве случаев могут разобраться сами, их бы этому учить. А вот если разница 15 лет или там разница, ну, вот 3,5, я думаю. Иногда нужна посредническая помощь, шоу слова. Но тут нужно аккуратно, чтобы не бегать каждые 5 минут, выяснять, кто у кого что отнял. Нам же никогда неизвестно, что было раньше курица или яйцо. И кто начал в ссорах между братьями и сестрами, никогда не понятно. Екатерина, а вот такая стратегия, как погодки, например, что-то там зашумели, ссорятся, пищат, мама приходит и говорит, все, кричали, поссорились, наказаны оба. Абсолютно точно, значит, имеется название даже для такой стратегии, только она предполагает спокойствие родителей, да, что это мама делает в душевном равновесии. Сажать в одну лодку называется. Сажать в одну лодку, ставить в одинаковую ситуацию. Вы не поделили игрушку или Вы не сумели договориться. И я не буду выяснять, кто прав, кто виноват, кто первый начал, а кто присоединился. А Вы оба как будто лишены чего-то. Это обоим не будет выгодно. Потому что очень часто, привлекая взрослого в качестве арбитра, ребенок хочет союзника на свою сторону и ребенок хочет внимания дополнительного. И если мы участвуем и разбираемся, его план срабатывает. Катя, а как быть с тем, что вроде бы родители ведут себя правильно и грамотно, хорошо разбирают или не разбирают конфликты у детей. Но есть в семье бабушка, которая всегда принимает сторону маленького, младшего ребенка. Вслух принимает. вслух говорит, да что же ты вот, он же маленький, что же ты такой вот сякой. Как вести себя родителям в такой ситуации, если живут все вместе особенно? Ну, не хочу обидеть бабушек, совсем не входят в мои планы. В общем-то, при нынешнем, опять же, раскладе социально-психологическом в обществе, основными действующими лицами на семейной арене являются папа и мама. То есть их голоса решающие, бабушкин голос все равно совещательный, даже при совместном пребывании. Это не было так еще сто лет назад. Была традиционная семья, где был главным тот, кто старше. Сейчас все поменялось. И анализировать вот эти изменения не тема нашего сегодняшнего разговора, но по сути решающими и главными в семье сейчас являются родители. Это не значит, что нужно проявлять неуважение к бабушке или игнорировать ее мнение. Ни в коем случае. Но если родители считают, что не надо вот таким образом младшего поддерживать, было бы прекрасно, если бы они на уровне взрослых договорились. А если договориться не получается, или бабушка ну как бы невольно так делает. То есть она теоретически согласна, практически все равно защищает малыша. Вот тут можно что называется брать это событие в рамку. Говоришь, ты знаешь, но вот это бабушкина позиция, вот она так жалеет его, а мы считаем по-другому. Только это все должно быть не в гневе, не в злобе, не в таком как бы жестоком противостоянии, а спокойно, что да, бабушка заработала себе право жалеть маленького. Она заслужила, она может себе вообще как угодно. Но мы не согласны, мы родители, мы считаем иначе, и мы его жалеть там не будем, не дадим. Да, ситуация, конечно, бывает разная, да, в семьях. Но мы надеемся, что сегодня наши радиослушатели услышат много полезного для себя. Была у нас еще одна такая история от нашей радиослушательницы, в том, что ее дети, когда они были в детском садике, не ссорились вообще. То есть, как-то достаточно дружно играли, проводили очень много времени вместе, и все у них было тихо-мирно. Но как только дети пошли в школу, начались ссоры. И был вопрос, что это такое и откуда это? То ли учат этому ровесники уже, общение ровесников, когда ссоры происходят какие-то между одноклассниками, или это так должно быть, когда дети вырастают, начинают что-то делить, там, обзываться. Что это и откуда это может быть? Значит, оба ребенка уже прошли в школу, правильно я вас услышала? Да. Я думаю, что одна из возможных причин это то, что при изменении социальной ситуации, изменение вот этого выхода в школу из сада, это изменение социальной ситуации крупное для детей. Изменилась ситуация с психологической близостью. Может быть, кто-то из детей нашел себе подружку, отдалился и уже не хочет так сильно участвовать. Или, может быть, подружки нет, но ей не хочется водиться с маленькой, потому что это снижает рейтинг. То есть, скорее всего, это связано с отдалением старшей. Редко инициатором отдаления бывают младшие, вот пока такой возраст, младшие школьные. В общем, это что-то про отношения с другими детьми. Еще были у нас вопросы по поводу домашних обязанностей среди детей. Когда ссоры про посуду или ссоры про уборку общей комнаты, про какие-то валяющиеся вещи, которые вот один раскидал, двоих ругают. Вот как быть с этим? Какие правила вводятся в системе общежития у школьников? Как выходить из этих конфликтов? И вообще нормально ли, что существуют эти конфликты? Я думаю, что то, что конфликт существует, конечно, это нормально. В принципе, дети учатся отношениям в семье. Очень часто родители такие перфектно настроенные, перфекционисты, они не могут это принять. Им кажется, что они же так стараются, все должно быть идеально, ссор не должно быть. Но это невозможно. В братско-сестринских отношениях, в этой подсистеме сиблингов, сестер и братьев обязательно должны быть стычки. И тут бытовая почва, почва деления обязанностей, это благодатнейшее поле. Конечно же, они не хотят этого делать. И, конечно же, они будут спихивать это друг на друга. И если дети это делают с радостью, значит, им что-то очень нужно от родителей, или там какое-то, они чего-то натворили, наоборот, они заглаживают какую-то вину. Обычно это вызывает, но мало энтузиазма, мягко скажем. Но, мне кажется, домашние обязанности это очень полезная штука. Действительно, правила, прописанные и подписанные каждому. Мне кажется, работают. Прямо реально подписанные на бумаге? Знаете, вот как в торговых центрах, в удобствах, там расписываются за уборку на каждые полчаса. Вот что-то в этом духе. Может неплохо работать в течение первых трех недель. Вообще любая удачная педагогическая или психологическая находка здорово работает именно три, две, четыре, может быть, недели. А потом надо изобретать следующую. Потом нужно, да, как-то модернизировать. Может быть, не принципиально другую, но просто приедается, эффект новизны теряется, уже не так интересно. Катя, как быть с тем, что старшие дети часто недовольны, что на них возлагаются какие-то домашние обязанности, а на младших нет. Вы знаете, мне кажется, что в семье, где есть дети разного возраста, нужно просто много говорить о возрасте. Говорит, что да, у тебя вот обязанности, но вот твои привилегии. И действительно, старший должен отличаться от младшего не только количеством обязанностей, не только количеством обязанностей, но и количеством привилегий, не только тем, что он должен, но тем, на что он имеет право, что ему можно, что у него есть. Скажем, ты должен мыть полы, но у тебя есть приличный телефон. Ты должен убирать свои вещи, но ты можешь сам выбирать себе еду, имеющуюся в холодильнике. Ты должен следить своей одеждой, но ты сам можешь пойти в магазин и поучаствовать в ее выборе. Ну, примерно как-то так. Это не жесткие рекомендации, это ориентиры. Если обязанности есть, а привилегий нет, вот тогда плохо. И тогда ревность, тогда нежелание участвовать. Тут, знаете, не должно быть каких-то суперогромных поощрений и каких-то раздутых прав. Тут то, что у ребенка все равно, скорее всего, есть, должно быть как-то подано. То есть очень часто то, что у них есть, дети воспринимают как само собой разумеющееся. Им кажется, что это есть всегда у всех. А можно как-то так вот... Не то, что ты нам должен по кругу жизни, вот это же мы для тебя делаем, да, мы специально тратим время, силы, там, не знаю, деньги, энтузиазм. А то, чтобы вот у тебя было это, это и это. Наверное, часто происходит такая ситуация, что привилегии есть, но просто ребенок не задумывается, что это его привилегии. И стоит это все как бы переименовать, да, и как-то переосмыслить. И проговорить, да. И еще такой момент, что обычно ведь все то, что сейчас есть у младшего, у ребенка было, и, как правило, в большем объеме у старшего. И еще это одна тема для разговоров, все один ресурс. Сказать, смотри, вот он 5 лет. Да, он не моет полы или не пылесосит. Но ты в его возрасте. И дальше расписать, какая была прекрасная жизнь у него, у пятилетнего. Как правило, это так, потому что родители были моложе, было, как правило, больше бабушек, дедушек, они были более бодры. Ну, и всякое другое, да. Прекрасное, что было обязательно в жизни старшего. А иногда бывают ситуации наоборот, когда старший говорит, вот, вы меня в 7 лет укладывали в 9 вечера, а ему сейчас 7 лет, а он ложится в 10 вместе со мной. Вы абсолютно правы. Да, это действительно стандартная ситуация. Дело в том, что родители тоже люди, причем живые, а живым людям свойственно меняться. Свойственно меняться и свойственно смягчаться в силе, в подходе к детям. Иногда дети не могут пережить, что им конфеты не давали вообще, забудьте о правильном питании или колбасу какую-нибудь копченую, да, а младшим, вот, пожалуйста. И тут вот пространство откровенности, скажешь, знаешь, да, да, мы поменялись, нам было 20 лет, а сейчас нам, не знаю, 35, мы не одни и те же люди, мы тогда были молодые родители, а теперь мы уже родители, значит, с сединой у виска. Ну или какие-то другие обстоятельства, подчеркнусь. Скажешь, да, мы тогда считали, что вот правильно это и это, а теперь вот мы думаем по-другому. Но опять же завернуть все на привилегии. Скажешь, что да, мы тебе это не давали, смотря, что у тебя какой-то там здоровый кишечник, ты не болеешь, мы тебя закаливали, смотря, ты не болеешь. Но мне кажется, что если родители не боятся про это говорить, то тема о том, что детям достается разное, она не болезненна. Просто тут какое-то нужно такое умелое подчеркивание, что да, мама не является идентичной самой себе 15 лет назад, и даже 10, и даже 5. Но всегда есть плюсы и всегда есть минусы. И они обычно равновешивают друг друга вот в этих изменениях. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программы «Семейная гостиная» свои вопросы вы можете отправлять по смс на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Мы сегодня говорим с Екатериной Бурмистровой про отношения братьев и сестер. Вопросов, конечно, много, да, и чем больше мы говорим, тем больше их возникает. Вот хотела бы я рассказать, что у Кати недавно вышла книга как раз на эту тему. И, возможно, мы не успеем охватить в нашей передаче все вопросы, которые задают радиослушатели, но вы сможете ее прочитать. Катерина, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за книга и о чем она. В книге 340 страниц. Действительно, за часовую беседу, содержание 340 страниц невозможно передать. Книга называется «Дети в семье. Психология взаимоотношений». Издательство «Дар. Прав. Мир». Она вышла в сентябре, но она так, в общем, бодро расходится. Я даже не знаю, везде ли есть части тиража. Но дело в том, что так получилось, на русскоязычном книжном пространстве фактически нет текстов, посвященных отношениям братьев и сестер, отношениям детей в семье. Я знаю ровно три книги. Они, видимо, еще не написаны. Вот они должны быть написаны в ближайшие 5-10 лет. Очень много было однодетных семей. И очень мало издавали популярную литературу про родителей. И, как мы понимаем, переводная литература, которой тоже совсем немного, она не совсем хороша, потому что есть специфика. Моя книга, она выросла из курсов, лекций для родителей, которые я в течение ряда лет читала в разных родительских клубах, в частности в клубе «Ждество». И из интернет-семинаров, которые мы стали проводить для людей, которые не живут в Москве. И из моих статей, и из опыта консультирования большого числа семей с детьми, потому что это запрос топ-5 в психологическом консультировании. То есть в этой книге нет ничего придуманного. Она вся из опыта. И она, соответственно, опирается на такие популярные знания психологии развития, психологии эмоций. Особенно полезна эта книга, наверное, может быть родителям, которые только ждут ребенка. Там, мне кажется, очень удачные собранные мысли, позволяющие избежать с самого начала нарушений в отношении. Ну вот она так по возрастам идет. В книге содержатся мысли, не то чтобы ответы, но и рекомендации по темам, связанным с психологией взаимодействия. У нас будет серия встреч в культурном центре Покровские ворота. Это открытый проект. Это не коммерческие встречи. Туда может прийти кто угодно. А вторая встреча будет 11 ноября. И она как раз будет посвящена вот этой вот новой книжке. Как попасть можно на эту встречу? Есть ли какой-то адрес или какой-то сайт, где можно прочитать эту информацию? Есть адрес культурного центра. Улица Покровка, дом 27. Легко найти вход. Это очень уютное место в центре Москвы. Есть сайт культурного центра Покровские ворота. И также информация есть на сайте Правмир в разделе новости. Приходите, всех будем ждать. На моих личных сайтах тоже есть информация. На сайте «Семья растет» Екатерина Бурмистрова. Это можно. И можно бы задать свои вопросы, получить книжку с подписью, если кому-то это интересно. Интересна ли эта книга будет для бабушек-дедушек? Вы знаете, я, может быть, дерзко, но надеюсь, что да. Дело в том, что если вы читаете сформулированные мысли, которые действительно у вас в голове вертятся, они есть. Если вы видите описание обобщенных случаев, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, вы выходите на уровень новой реагирования в острых ситуациях. То есть вот я надеюсь, что моя книжка поможет родителям отрефлексировать их проблемы и подойти немножечко уже с другим уровнем осознанности, уровнем понимания. Что эмоций будет чуть меньше, а возможности что-то поменять будет чуть больше. Мы все любим очень наших детей и очень переживаем, когда они ссорятся. Вот какой-то такой вот здравый взгляд на текущую ситуацию предлагается. Катя, у нас были еще вопросы по поводу семейного досуга. Бывают такие ситуации, когда старший немножечко подрос, младший еще не очень подрос, и семья куда-то собирается, например, гулять в парк. И хотелось бы выйти все вместе, но старший, например, подросток, он уже пытается вырваться, оторваться. Стоит ли настаивать, чтобы шли все вместе и брат, и сестра, и мама, и папа? Или можно идти с одним ребенком, отпустить ситуацию? Вы знаете, я сторонник того, чтобы в семье были разные сочетания. Скажем, в семье 4 человека, папа, мама, двое детей. И часто бывает, что есть идея, что выходные или отпуск нужно целиком проводить только всем вместе. Отчасти это связано с тем, что мало видится, отцы много работают. Вы знаете, здорово, когда все вместе. Но здорово, когда есть разные сочетания. Их даже, когда 4 человека, их много. Папа со старшим, мама с младшим. Разные типы занятий. Мама со старшим, папа с младшим знакомятся, так сказать, с ситуацией, которая имеет дело мама каждый день. Папа и мама вдвоем ушли в кино или в гости, а дети остались друг с другом. Вот тогда будут разные возможности увидеть. Кроме того, полный букет составляет одного подростка отпустили, остались втроем. Одного маленького отвели в гости там куда-то, остались только со старшим два родителя. Понимаете, одну маму отпустили, и папа с двумя детьми. О, вот это опыт, да? Как-то она тут разбирается с ними. Ну, а предполагается, что, конечно, мама с двумя детьми находится достаточно много времени, потому что часть все-таки женщины занимаются воспитанием и семьей. И вот кроме вот этой базовой тройки, должны быть все тоже тройки попробованные. И если подросток понимает, что да, у меня есть законное время, когда я сам иду гулять, или я сам остаюсь дома, а они идут там куда-то, куда им надо, вот он тогда с гораздо большим энтузиазмом будет в чем-то участвовать. В этом нет ничего плохого. Это не уменьшит сплоченность, а увеличит ее. А навязанное время уже взрослеющему ребенку, навязанное общество, это может вот затонировать совсем не так, как нам хотелось бы. Дети вырастают, да, и часто все-таки, грустно, но часто бывают ситуации, когда взрослые братья-сестры, они не близки друг с другом душевно, да? Они общаются только два раза в год, чей-то день рождения и Новый год. Никаких других точек соприкосновения практически нет. Откуда наиболее частые причины такого отношения во взрослом возрасте? Ну, знаете, я не гадалка, и может быть, все что угодно. Но обычно, вот как семейный психолог могу вам сказать, вот если есть такая большая разобщенность, при том, что обстоятельства тяжелых разобщающих нет, в смысле разные страны там, какие-то очень тяжелые, вот именно обстоятельства жизни взрослых уже людей. Если живут близко, и у всех все более-менее благополучно, то обычно все-таки в детстве можно что-то найти, что повлияло. Что это может быть? Значит, ну, во-первых, очень разный подход к воспитанию одного и другого ребенка. Скажем, старшего сослали к бабушке, младшего растили сами, ну, потом уже старшего забрали, но никак это не компенсировали потом. Или один был любимый, а другой менее любимый. Один считался удачным, а другой считался сложным. Развод родители очень разобщает. То, что бывает так, что при разводе или сильных ссорах, таких латентных, один ребенок эмоционально папин, а другой эмоционально мамин. И они не близки, они находятся в такой конфронтации непреодоленной. Часто бывает, что не общаются дети, когда один был бабушкин эмоционально, а другой, скажем, родительский. В общем, это какая-то непережитая травма. Но, понимаете, жизнь взрослая гораздо более сложная. Очень часто бывает, что ничего этого не было. И отношения были чудесные. Но не общаются, потому что не поладили супруги. Те, с кем они образовали пары, да, они между собой не сошлись. Там же разные круги, да, там не поладили с родителями. Мне кажется, что то, что мы можем сделать для того, что все-таки эта ситуация не возникла у наших детей, это создавать для них, насколько нам позволяет наше обстоятельство, такую базу положительных воспоминаний совместных. Это не требует особенно много денег или каких-то сил. Можно на ровном месте устроить что-то приятное. Значит, и пить из чем-то вкусным, валяться на диване, там какая-то смешная игра, семейный спектакль. Но это что-то, где вот они вместе, и, может быть, вместе с родителями, и это хорошо. Понимаете, нам ведь очень часто мешает гонка, особенно жителям больших городов, из-за цикленности на продуктивность. Мы все время что-то пытаемся сделать, убрать, приготовить, пустить занятия, сделать уроки. И время семейного досуга, оно съедено вот этим функционированием. И жизнь только в каникулы. А в каникулы детей раз по разным лагерям разослали, или там в разные поездки. Вот если, мне кажется, немножечко держать в голове, что база совместных хороших воспоминаний – это такой золотой запас. Это резервный фонд для отношений выросших детей. Может быть, будет как-то немножечко проще такие события организовывать. Знаете, обычно ведь родители могут организовывать очень сложные конфигурации. Какая-нибудь музыкалка на другом конце города, какой-нибудь немыслимый английский, какое-нибудь очень правильное питание. То есть родители – хорошие менеджеры. Уж совместное время для детей приятное, им организовать не стоит особенных усилий. Просто у них это не стоит в целях и задачах. Потому что, мне кажется, важно. А это самое важное. Это то, что остаётся. Вот попробуйте, вот сейчас попробуйте помолчать чуть-чуть и вспомнить детство, и что у вас первое вспоминается. Ведь это не учебная рутина. Вот у вас что в голову пришло, Свет? Бассейн с родителями. Вместе и здорово, да? Вместе и здорово. Вспоминаются иногда болезни, когда хорошо лежишь на кровати, и тебе мама приносит чай и читает книжку, или там вместе все лежат и болеют. Вроде должно быть плохо, а хорошо. Вспоминаются праздники, отпуска, потому что вот именно это тот момент, когда мы друг с другом рядом, мы никуда не бежим. Как-то я считаю, что городским людям нужен такой замедлитель времени. Не ускоритель как-нибудь, стараемся быстрее, 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 а замедлитель. Остановиться и побыть рядом. Нам пришел еще один вопрос. Я напомню, что свои вопросы и комментарии можно присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения нужно указать слово «вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего вопроса. Вопрос от Ларисы про детские дни рождения. Когда у ребенка одного день рождения, второй ребенок очень сильно ревнует и даже плачет, что подарки получает не он. А какой возраст детей? Дошкольники. Как вести себя на днях рождениях или каких-то праздниках личных у детей? Вы знаете, мне кажется, нужна родительская смекалка и определенная гибкость. Но это же ваши дети. И вы прекрасно представляете, что младшего, скорее всего, станет вести себя неадекватно. У него будет эмоциональное поведение. Эмоции возбладают над разумностью. Но вы же это знаете, вы это можете предугадать. Если вы подумаете о чем-то на шаг вперед, вы можете себе представить. И тут уже, если вы это представили, у вас включились возможности вашего мозга как бы приготовиться и что-то поменять. Это может быть разговор. Это может быть маленький подарочек, обещанный младшему. Это может быть какое-то обещанное внимание. Но это какое-то смягчение для того, кто страдает. Очень часто мы, используя свой бэкграунд авторитарной педагогики, мы начинаем давить, как ты можешь, ты его день рождения, тебе тоже подарили, а ну перестань плакать. То есть мы пытаемся подавить эмоцию. Если у нас есть силы, ее бы лучше принять. Сказать, да, ты знаешь, это так обидно, когда день рождения не у тебя. Знаете, бывает, что и взрослому обидно. Вы признали его чувства. Но это не значит, тебе на поводу сказать, но, но, ты же знаешь, да давай не будем портить ему праздник. Давай, мы тебе там подарим тоже что-то небольшое, что ты выберешь. Иногда это не снимает эмоциональный шквал, и ребенок все равно рыдает, ты говоришь, что ему обидно, но в следующий раз, или потом, он может сказать, мам, я поняла. Мам, я понял. Или я плакал, но я не хотел плакать. Просто так мне было обидно. То есть важно в такие моменты, когда ребенка клинит, не реагировать, потому что эмоциональное реагирование, а попытаться быть старше, быть взрослым, не включаться в эмоциональную реакцию детей. Да, вопросов, конечно, очень много. И семьи все разные, и детки все разные. Катя, часто ли к вам обращаются на консультациях, с вопросами по отношениям детей между собой? Ну, говорю, топ-5. Даже, может быть, топ-3. В смысле, самые востребованные запросы. Действительно, есть о чем подумать. И ведь, смотрите, история-то в чем? Родитель только научился решать этот тип проблем. Только справился. Раз, дети выросли, и вырос один из них. И новые задачки подкидывают. И ты уже опять абсолютно ничего не умеешь, и не знаешь, как с этим быть. Так что, да, как раз родители больше, чем одного ребенка, родители нескольких детей, это те граждане, которые периодически требуют информационной или консультативной поддержки. Как можно попасть к вам на консультацию? У меня есть личный сайт, и там есть возможность записаться на консультацию, написав на e-mail или заполнив окно записи. У меня есть открытые приемы, социальные, их не так много. И есть вот бесплатные производительские программы, где можно прийти и послушать. Напомните нам, пожалуйста, про сайт. Есть личный сайт екатерина.бурмистрова.ру Запись в разделе консультации. Так что, можно почитать статьи и бесплатно послушать некоторые аудиозаписи. Есть большой информационный портал, так и библиотека для родителей, которая составляет материалы, полезные для тех, кто растет детей. Он называется «Семья растет». Там много материалов на разные темы, и отношения братья и сестер один из самых больших разделов в Рунете. Там много разных точек зрения и разных ответов вопросов по воспитанию. Так что, пожалуйста, мне кажется, эта информация должна быть доступной. А то, что вопросов много, это неудивительно. Действительно, врастить нескольких детей это всегда почти весело. И главное, это не дает мозгам родителей застывать. Очень интересно смотреть на те стычки, которые возникают между детьми, как на задачку. Как на кроссворд, как на что-то, что требует такое, как за творчество и смекалки. И в заключении я хотела бы поговорить еще об одной теме. Мы много говорили, говорили в оптимистичном ключе о том, что происходит между детьми, как делать с родителем. Но есть важный факт. Если родитель на нуле или в минусе, и физически, и эмоционально, он не сможет все это проделать. Поэтому, если у вас больше, чем один ребенок, первое и главное, что вы должны сделать, это позаботиться о себе. О себе самом или самой, о своем супруге, о взрослых в семье. Как, знаете, в самолете говорят, сначала наденьте кислородную маску себе, а потом ребенку. Почему? Не потому, что мы не любим детей, а потому, что если мы не наденем кислородную маску себе, мы не сможем ничего сделать для ребенка. Если мы сами истощаемся, мы не делаем так, чтобы наше тело, наша душа могла нормально как бы добыть существовать, реагировать, мы ничего не сделаем для детей. Как только родитель даст себе поспать, покормит себя, даст какие-то впечатления своей душе, он придумает, что делать с детскими ссорами. Поэтому, в общем-то, начинать нужно, мне кажется, со взрослых, с заботой о себе. Спасибо большое, Катерина. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у нас была Бурмистрова Екатерина Алексеевна, детский психолог, семейный психотерапевт. И мы сегодня говорили о братьях и сестрах в семье. Кать, спасибо большое, что вы сегодня были у нас в гостях. Спасибо вам, Света, за вопросы. Да, мы надеемся, что вы еще придете к нам и не один раз. Мы будем вас ждать.